Что можно напечатать? Книгу, объявление, рисунок на ткани. До сих пор одного слова «печать» было достаточно, но теперь приходится уточнять, потому что появилась 3D-печать, которая способна печатать объемные вещи. Но какие? Игрушку, дом, машину. Сделай сам, напечатай свой мир. Это все фантазии или это вопрос времени? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Очень вкусно. Как папа Карло, медики строгают кости. Ну точно, как вот морковку чистить или картошку. Очень похожая техника. 3D-переворот в медицине. Это как-то стоящее? Вот как-то так это выглядит. Человека уже печатают, пока по кусочкам. Мы бы смогли создавать искусственную кожу. Здравствуй, 3D-человек. В итальянской Тоскане между Флоренцией и Пизой есть небольшой городок Понте-Дера. В центре его старые здания, церкви, памятники. Возможно, рядом с ними скоро появится и вот этот монумент. То, что вы видите за моей спиной, это первая в мире постройка, напечатанная в 3D. Именно так. Не высеченная из мрамора, не вылитая из металла, не выложенная кирпичами, а напечатанная принтером. Энрико Дини сконструировал свой 3D-принтер и в совершенно практических соображениях, чтобы заниматься обыкновенным строительством. Но не смог отказать в удовольствии и памятник себе создать. Не рукотворный, а напечатанный. Семь лет назад меня осенило, что трехмерную печать можно увеличить до масштабов зданий. И тогда я сам сконструировал и опробовал 3D-принтер. Гигантский 3D-принтер. Принцип 3D-печати очень простой. Предметы создают по слоям. Но применение этой технологии столь разнообразно, что каждый раз надо уточнять, как именно это делают. Идея строительного 3D-принтера Энрико Дини в том, что на равномерно рассыпанный гранулированный материал, например, песок, по приготовленным лекалам проливают немного специальной жидкости. Сыпучий материал толщиной в полсантиметра схватывается. Его засыпают новые порции песка и опять поливают по форме. Так по слоям и создают предмет. Лишний песок потом убирают. Вот на мониторе компьютера трехмерная модель небольшого метрового объекта, который Дини также собирается напечатать. Искусственный коралловый риф. Его скопировали с настоящего, так что форма и размер природные. И материал изобретатель хочет брать естественный. Песок с того морского дна, куда предназначаются эти рифы. Мы уже разместили похожие объекты в Бахрейне, в Австралии. Сейчас подписываем контракты с серьезными, но углубительными компаниями в Голландии. Энрико Дини предлагает размещать эти искусственные рифы десятками, сотнями, на глубине нескольких метров, чтобы они сбивали энергию волн, привлекали морскую живность в свои углубления и пустоты, и, конечно, служили приманкой для дайверов. То есть это первый в мире напечатанный дом. Но пока только для рыб, водорослей и моллюсков. А обкатав технологию на рыбках, Дини планирует взяться за человека. Мы имеем основание полагать, что в среднесрочной перспективе, начав с небольших построек, мы будем печатать даже не дома, а целые микрорайоны. Изобретатель Энрико Дини – самый одержимый, но не единственный, кто научил принтер печатать гигантские предметы. Трехмерную печать разрабатывают по всему миру, есть свои технологии и в Европе, и в Америке. Сейчас как раз тот момент, когда ученые ищут инвесторов, чтобы начать большой 3D-бизнес. Новая мировая гонка. Кто станет первым 3D-строителем? 3D-печать позволяет создавать объект без участия человека. Это идея, за которой будущее. Человек к процессу производства вообще не имеет отношения. Можно напечатать что угодно и придать этому любую форму с традиционными строительными технологиями. Этого никогда не достичь. Это здание в бельгийском Лёвине построили по старинке, а не с помощью 3D-принтера. Но внутри, тут и там встречаются напечатанные вещи. Это офис компании Materialize, одного из лидеров бурно развивающейся индустрии трехмерной печати. Здесь с помощью вот таких гудящих шкафов, профессиональных 3D-принтеров, можно напечатать целый мир. Чертежи для печати одни разрабатывают сами, а другие находят в интернете, в сообществах любителей 3D. А у вас немало принтеров? А сколько? В этом здании больше 70, я думаю, даже под 80. Так это фабрика будущего? Да, действительно, фабрика будущего. Но у вас же есть еще небольшие принтеры, похожие на какие-то кофейные аппараты. Да, многие посетители так и думают. Серьезно? Итак, этот с виду кофейный аппарат на самом деле принтер. Именно на нем мы и решили распечатать себе какой-нибудь предмет. Образец нашли на одном из специализированных сайтов. Из множества представленных на нем предметов мы выбрали вот такую маленькую, незатейливую бутылочку. Роль картриджа или чернил для печати предмета выполняет пластик. Как и с обычным принтером, для 3D-печати нужен файл. Файл с изображением нашей бутылочки уже загружен в этот принтер, похожий на офисную кофейную машину и сейчас начнется печать. И вот через 2 часа наша бутылочка готова. Остается только забрать ее из принтера. Надо только схватить покрепче и отсоединить. Ого, горячая? Да, немного холодная. Слушайте, а она вам нужна, вот эта бутылочка? Нет, можете взять себе. 3D-технологии в каждый дом. Современные достижения трехмерной печати. Лампы, бижутерия, стулья очень далеки от того, с чего начиналась эта технология. Первые 3D-принтеры появились еще в 90-е годы 20-го века, но поначалу немногие поняли, в чем их сила. Пару десятилетий 3D-печать скучно использовали на производстве, чтобы всего лишь делать макеты. Радиоприемников, мобильных телефонов, MP3-плееров и прочих гаджетов. Но уже скоро мы сможем распечатать себе прямо дома не макет, а, например, настоящий автомобиль. Пока печатают только запчасти, но это лишь пока, ведь уже сегодня, всего лишь за несколько сотен евро можно купить себе настоящий 3D-принтер. Я вам приведу пример с моей дочерью. Несколько лет назад у нее в машине сломался замок капота. Она поехала на сервис, и ей сказали, что новый будет стоить 20 фунтов, что недешево. Она вернулась домой, мы взяли поломанный замок, сели за компьютер и сделали модель его копии. Это заняло полчаса. Потом мы подключили 3D-принтер и послали это на печать. Стоять рядом не обязательно, и мы пошли обедать. А когда вернулись, взяли напечатанный замок из принтера, установили его на машину, и дочь ездит до сих пор с этим замком. И стоило нам это не 20 фунтов, а 10 пенсов. Безликие склады в английской деревне. За одной из дверей пара комнат, занимаемых интернет-магазином по продаже 3D-принтеров. Заказы поступают со всего мира, кстати, есть и из России. Получив принтер по почте, главное правильно собрать его. Печатать можно как свои, так и чужие вещи. Файлы в интернете доступны всем. Бытовые мелочи от крючков и цветочных горшков, до игрушек и стульев. Дальше больше. Сегодняшнее изменение заключается в том, что 3D-печать используют не только для прототипов, но и для печати компонентов. А также в том, что некоторые 3D-принтеры стали доступны для использования дома. Любой может с ними повозиться, разработать какую-то свою вещь. Вот что изменилось. Так скромные машинки из лабораторий и неприметных складов готовятся изменить наш мир. И уже делают это. Хотя бы потому, что эти принтеры умеют печатать самые разные простые предметы, включая самих себя. Принтер печатает принтер. Машина, которая воспроизводит сама себя. Это какая-то фантастика. Получается, машина размножается. Оставил ее без присмотра. Глядь, еще одна. И скорость размножения таких 3D-принтеров описывает уже не языком техники, а языком биологии. Медленнее, чем бактерия, но быстрее, чем мышь. И, конечно, быстрее, чем человек. Один день. Поэтому здесь, в складском офисе, работают не только люди, здесь работают и принтеры. Они печатают свои же детали, которые потом комплектами шлют покупателям. Идея самовоспроизводящейся машины не моя. Это длинная история. Об этом еще Декарт размышлял. Но с появлением 3D-печати именно я первый понял, что, наконец-то, у нас есть технология, которая позволит нам сделать такую удобную машину. Я занялся этим, потому что нет ничего интереснее, чем заставить машину копировать саму себя. Главное здесь то, что, купив один принтер, можно, немного постаравшись, наладить и свое производство таких же принтеров, лицензия открытая, и на них печатать дивный новый мир. Мы исследуем возможность печатать с помощью графена одной из форм углерода, позволяющей делать полупроводники. В принципе, тогда мы сами сможем печатать микросхемы и процессоры. Они будут весьма большими, но они будут работать. По крайней мере, мы на это рассчитываем. И если это получится, тогда еще лет через 5, 10 или 15 можно будет напечатать и это. Сейчас мобильный есть у большинства населения Земли, и каждый его себе купил. Но если мы сможем его себе печатать, это полностью изменит существующую индустрию. Еще лет 10 назад мы по привычке сдавали фотопленки на печать фотографий, а здесь сдают файлы на печать вещей. Вот, например, одному господину захотелось иметь специальную прищепку для брюк, чтобы было удобно ездить на велосипеде. Купить такую вещицу в магазине не получится, а вот распечатать по собственному заказу и модели. Пожалуйста. У нас есть коллега, он каждый день ездит на работу на велосипеде. И если ездить каждый день, пустит джинсов, не хочешь же пачкаться. Вот так прикрепят ее, да? Да. Знаете, когда не было 3D-принтеров, мы просто вот так закатывали. Это только кажется мелочью. В массовом обслуживании подобных мелких заказов специалисты видят будущее. На этой фабрике, например, печатают вещи уже из 60 материалов, от полиамида до нержавеющей стали и титана. Процесс печати, например, металлических и пластиковых изделий отличается столь кардинально, что на одном и том же принтере это сделать невозможно. На двухмерном принтере можно напечатать документ любого вида, и даже фотографию. Но я думаю, мы придем к тому, что в магазинах будут продавать много разных принтеров. 3D-сухарики, 3D-шоколад и 3D-безе. Что выбрать? Напечатала и в печку. Очень вкусно. Свежий рецепт из Голландии. Спасибо. Да. Никитики разбирают человека на кусочки. Ну точно, как вот морковку чистить или картошку. Очень похожая техника. И готовы закрутить гайки. Быстро, точно, дешево. Мы бы смогли создавать искусственную кожу. Здравствуй, 3D-человек. Голландский научно-исследовательский центр ТНО. Здесь давно интересуются трехмерной печатью, причем в самом необычном, съедобном ракурсе. Это взбитые яйца с сахаром. Я сам вчера дома сделал. А сколько взяли яиц? Два яйца и примерно 100 грамм сахара. Очень легкая. Да. Взбиваете миксером, разогреваете на водяной бане. И получается вот такая пена, которую можно положить в мешочек. Итак, рецепт прост. Два яичных белка и 100 грамм сахара. Это же безе. Но обыкновенное безе в институте решили испечь в необыкновенном виде. И использовать для этого не какие-нибудь формочки, а трехмерный принтер. Кельтван Боммель нашел цифровую форму в интернете и адаптировал ее под пищевой 3D-принтер. Технологии трехмерной печати славятся недоступными прежде формами. А где как ни в еде, важно сделать красиво. Слои выбрали толщиной в миллиметр. Печать одного пирожного занимает 7 минут. Два напечатанных пирожных приносим к печке и включаем ее. С готовыми пирожными отправляемся к кофейному автомату, на этот раз настоящему, чтобы было чем запить сладкий продукт высоких технологий. Мы шоколад делали. Это многих заинтересовало. Жевательный мармелад, продукты из теста, разный хлеб и даже печенье. Большие, маленькие? Очень маленькие. Вот такие. Если хотите, попробуйте. Спасибо. Итак, 3D-принтер может стать еще и кухонной бытовой техникой с той же самой целью сделать что-то свое, особенное, непохожее. Давным-давно изобрели микроволновую печь. Теперь она есть у многих. Она не заменила обыкновенную печь. Традиционная кулинария по-прежнему существует. Я думаю, пищевой 3D-принтер мог бы стать подобной добавкой на домашней кухне. Нет предела в совершенству. Аккуратно сдвинутая форма пирожного это самый простой вариант. Напечатать любую сладость можно и в форме цифры, портрета, фигуры именинника или новобрачных. Мы ведь едим глазами и все красивое кажется вкуснее. Ну, давайте. А, вы так? Все сразу? Конечно. Очень вкусно. Кстати, другая разработка этого же исследовательского центра совсем не про еду, но тоже про 3D-печать оригинально решает проблему медленного производства. Раз нельзя ускорить один принтер, нужно увеличить их число, и тогда одновременно будут печататься множество предметов. Эту мультипринтерную установку здесь зовут каруселью, причем она позволяет печатать не обязательно одно и то же. Программу можно задать для каждой точки разную, только материал для печати должен быть похожий. По отдельной технологии напечатали эти сухарики. Тонкие слои сухаря выбранной формы не выдавливали один за другим как крем, а наносили один на другой при помощи лазера. Медленно, но верно. И вот результат три штуки разной формы и с разным вкусом. Этот со вкусом корицы. Это сладкое печенье, а это паприка. У меня даже есть куда их положить. Хорошая баночка. И сделана по такой же технологии. Три корочки хлеба. 3D-технологии понемногу окружают нас. Они уже помогают в строительстве, в производстве, в быту, в кулинарии. Недавней сенсацией стала возможность напечатать на 3D-принтере огнестрельное оружие без использования металла. Пластмассовый пистолет при этом на самом деле стреляет. Его может напечатать практически каждый и его при этом не видят металлодетекторы. Файлы этого изобретения постарались удалить из интернета, но их скачали тысячи людей. 3D-печать манит, интересует, пугает. Напечатанный 3D-мир становится нашим миром. От него не скроешься, ведь продукты трехмерной печати проникли даже вовнутрь человека. Это изображение сердца. Настоящее сердце реального пациента отсканировали и создали его трехмерную копию. Мы копируем этот файл и перемещаем его в другую нашу компьютерную программу, которая называется Magix. Это такая программа, которая работает с 3D-принтером, и она дает команду, окей, надо построить эту конкретную модель слой за слоем. Это сердце, как и любой другой отсканированный орган, печатают из разных неживых материалов в натуральную величину. На нем студенты могут потренироваться, а профессионалы получить возможность изучить объект будущей операции в деталях. Что-то это напоминает. Конечно, ровно с этого, с 3D-модели объекта начинали десяток лет назад и разработчики машин и различных девайсов. Но это как-то стоящее. Это реальный размер, да. Вот как-то так это выглядит. Для печати разных органов подбирают разные материалы и способы производства макетов тоже разные. Наш внутренний мир воссоздают по тем же технологиям, что и внешний. В Лондонском имперском колледже только что напечатали из полимеров копии нескольких человеческих костей. Вот в принтере еще тепленькие заготовки. Внутри твердые копии, а оболочка это более мягкий поддерживающий материал, необходимый при печати. Он больше не нужен. И ассистент в мышечно-скелетной лаборатории со знанием дела берется за нож. Ну а сейчас мы начинаем очистку. на первом этапе это, можно сказать, соскабливание поддерживающего материала ножом. Слушайте, ну точно как вот морковь чистить или картошку. Очень похожая техника. Слегка обструганные косточки тщательно обмывают под сильным напором воды. Закрываем, будем мыть. Торжество цифровых технологий для того, чтобы было настоящее, стало виртуальным, материал опять стал настоящим. Теперь стало реальным. Видно, что материал прочный, твердый, крепкий. На таких костях, сначала виртуальных, вот они на экране монитора, а потом и реальных, планируют наиболее сложные операции. Конечно, подобные образцы человеку не вживляют, но, например, почти 100% слуховых аппаратов, которые выпускают сегодня, делаются технологией трехмерной печати. А вот организованное в Голландии самое первое полностью автоматизированное производство индивидуального базиса зубного протеза, когда сорта пациента снимают слепок и печатают идеально подходящий именно этому человеку искусственную форму. Это уже не наука, а практика. Следующий шаг. Печать самих зубных протезов установит новую норму. Пациент будет приходить к стоматологу со старым, негодным зубом. Тот отсканирует, напечатает новый и установит его на нужное место. Профессор Лондонского имперского колледжа Джастин Копп использует напечатанные на 3D-принтере детали на практике. Недавно он прооперировал 25-летнего солдата, который из-за ранения в Афганистане потерял часть коленного сустава. Думаю, нам пришлось бы отрезать большую часть колена и поставить протез. 3D-печать позволила нам, во-первых, очень тщательно склонировать, а во-вторых, изготовить, в этом случае напечатать на 3D-принтере вот эту титановую деталь, чтобы реконструировать лишь маленькую часть организма этого молодого человека. Хотя эта деталь и выглядит очень блестящей, важно то, что с помощью этого напечатанного на 3D-принтере кусочка металла была полностью восстановлена коленная механика. По мировой статистике, только несколько процентов операций на коленном суставе используют продукты 3D-печати. Но технология эта настолько удешевляет и ускоряет дело, что ближайший прогресс очевиден. 3D-печать уже помогает и с костями черепа, в принципе, с любой частью скелета. Существует много слухов и разговоров о 3D-печати человеческих органов, потому что многие мечтают именно об этом. Но мы только в самом начале этого пути. Есть попытки напечатать часть пищевода и удачные. Но пока мы не можем печатать мускулы или что-то иное с нервами. Это еще слишком сложно и работа над этим займет лет 10, а то и больше. Получается, вот он предел возможного. Мир 3D-печати – это мир твердый, а не мягкий. И снова эта технология опережает прогнозы. Ученые из Института Фраунхофера в Штутгарте представили печать совсем не твердых вещей, ни много, ни мало кровеносных сосудов. В 3D-печати струйным принтером здесь используют метод мультифотонной полимеризации, когда молекулы фокусируют с помощью луча лазера. Сосуды получаются прочными и эластичными одновременно. И ученые надеются, что с помощью напечатанных сосудов наконец получится создавать искусственные органы. Если получится эта технология, мы бы смогли создавать искусственную кожу, используя клетки самого пациента. То есть это была бы словно настоящая кожа пациента, но без необходимости заимствовать ее из других мест тела. Мы полагаем, что кожа могла бы стать одним из первых органов, где стандарт производства будет настолько высок, что мы сможем всерьез говорить о трансплантации. Тем временем ученые Корнуэльского университета напечатали настоящее ухо. Именно внешнюю его часть. Чтобы создать чернила для печати на 3D-принтере, они использовали живые клетки из ушей коров. Эти чернила на самом деле живые. Они живые, когда мы их помещаем в принтер, и они живые, когда принтер имя печатает. По образцу отсканированного уха взрослого человека печатают новое. Поддерживающим материалом здесь выступает коллаген из крысиных хвостов. Закончив печать, готовую форму помещают в инкубатор, и за два месяца живые клетки формируют хрящевую ткань. Следующим шагом будет печать с использованием человеческих клеток. В идеале клеток того самого безухого пациента, которому это ухо потом пересадят. Напечатать пусть не всего человека, но его часть никогда еще не выглядела столь реальной научной перспективой. Вот такая она печать в трех измерениях. Совсем не сказка. Уже можно и потрогать, и попробовать. Получается, да, вопрос времени. Будет вам и дом, и машина, и люди. Правда, не целиком, например, жена, а кусочками самому себе. И когда мы будем жить в удобном, напечатанном, искусственном мире, мы, наверное, еще больше будем ценить мир вокруг нас, настоящий и непечатный.